Всем привет, меня зовут Петр Ермаков. Я расскажу про какие-нибудь кейсы NLP без машинного обучения. Я понимаю, что тут программисты, поэтому я дам несколько рецептов, которые вы можете сегодня вечером уже применить, скопипастить и получить уже какой-то результат. О себе. Контакты можно найти тут. Я делаю школу машинного обучения Data Gym. У нас очные курсы в Москве небольшие. Помимо этого я продаю труселя и другие вещи в Ламоде. Я в R&D-команде занимаюсь машинным обучением, рекомендациями. До этого работал в Юле, Mail.ru, до этого работал в Хэхэ, еще пару компаний. Введу Telegram-канал, и недавно мы запустили Data Science подкаст. Аудио, да? Слушайте, интересно. Про что я расскажу? Я расскажу некоторые кейсы NLP, попытаюсь небольшую такую лек... Чтобы я не делал за доклад, у меня получается лекция, поэтому уж извините. Я расскажу пару кейсов, что вы можете сделать, если у вас есть тексты на питоне, с ними, не тратя время на машинное обучение. Тексты — это моя страсть. Я начал заниматься с текстами, вернее, как я в машинное обучение пришел через тексты. Ко мне в 2009 году пришел научный руководитель и сказал, что если ты не хочешь делать этот курсовой, давай ты сделаешь для нашей библиотеки другую вещь. Мы его зачтем как курсовой. Я подумал, зачем мне нужна эта компьютерная графика, я буду заниматься текстами. С тех пор анализ текстов шагнул далеко вперед, я нет. И расскажу свой опыт, который я накапливал и документирую все это время. «Мама мыла раму» кажется простой текст, и мы, скорее всего, придумываем как раз маму, которая моет раму. Для питона в лучшем случае это будет выглядеть так. Но вообще язык — это достаточно сложная структура. Если его представить в виде такой капусты и даже пойти с самой середины, то у нас есть фонетика. Это о том, как мы произносим звуки, мы слышим звуки, то есть колебания воздуха. Есть фонология, как звуки попадают в слога. Есть морфология. Возможно, вы помните, что вы разбирали слово по составу, окончание, суффикс, однокоренные слова. Синтаксис — это предложение, запятые, какое слово к какому относится. Семантика — это значение слова. И прагматика — это значение текста целиком. Слово внутри контекста. Пример морфологии. Как вы думаете, какие слова на суахи или слева относятся к каким словам справа? Можете кричать с места. У нас есть первый кандидат, как же? Гений — это человек. Хорошо. Вы запомнили, да? Какие-нибудь другие варианты есть? Скорее всего, все, что начинается на джей, относятся к животным или на ворот? На самом деле суахили вот так вот проводят. Что интересно, у нас есть коза и козочка, и мы привыкли, что суффикс обозначает размер. Например, то в носуахили начало слова говорит о размере, о наклонении этого слова. Есть теория то, что в бытности люди важно было понять, что за враг идет, большой он или маленький, бежать или нападать на него. И поэтому начало слова должно было включать в себя размер этого объекта, чтобы как можно скорее его классифицировать для всех остальных. Такая игра. Но поговорим про тексты. Мы привыкли, что у нас есть тексты. Это могут быть вакансии, это могут быть письма, это могут быть статьи, новости, что угодно. У нас есть три текста. Два текста про собачек, третий текст про кошечек. Какие идеи, как их сравнить между собой у вас есть? Вот линия, отлично. Вот, да, да. Отлично. Векторы. Давайте посчитаем, сколько каждого слова. Например, сколько слова кошечек и сколько слова собачек. И, допустим, если в тексте у нас слово собачки и кошки больше, чем собачек, наверное, они похожи. Можно выделить, что это два текста про одно и то же. На самом деле не всегда так. Представим себе ситуацию, что есть просто очень длинный текст про собачек. Получается такая ситуация. Просто в нем слов больше, и поэтому, как правильно заметили, можно сравнить между собой и косинусное расстояние. Тем самым мы с вами вот так вот на пальцах фактически умеем сравнивать тексты, насколько они похожи и насколько они различаются. Как это сделать в питоне? Вообще этот подход называется back-of-words или мешок слов. У нас есть текст. Мы делим его на слова и считаем просто каждое слово. Если представить это в виде матрицы, то это будет выглядеть так, документ, 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 и каждому слову сколько раз оно встретилось. И в питоне это делается очень просто, фактически в три строки. У нас уже есть готовые библиотеки, в которые достаточно закинуть. Вы предупреждайте, если меня фотографируете, а то я не улыбаюсь обычно фотографии, а так. На самом деле все можно будет найти. Я думаю, там без меня больше ценности у материала, чем с моим лицом. Собственно, мы можем перевести набор текстов, текст — это некоторый массив текстов, в матрицу и уже сравнивать между собой расстояние, косинусное расстояние, то есть угол между этими векторами, и говорить, какие тексты похожи на какие. Все очень просто. Проблема подхода back-of-words в том, что кошку и кошка — два разных слова. Два разных слова и будут засчитаны двум разным словам. Какие идеи, как это побороть? Мы забегаем вперед, но вообще можно сказать, что они отличаются всего лишь на одну букву. Причем они отличаются на букву не в начале, а в конце, на окончании. Что если мы вырежем все окончания, все суффиксы, сделаем на самом деле стемминг? Есть так называемый стемминг портера, который отрезает у языков, в языке у слов окончание и часть суффиксов и превращает это в одно слово. Тем самым, пусть это будет кошка, но засчитает за одно и то же. Такой подход очень быстрый. Этот стемминг есть для очень многих языков. В чем проблема такого подхода, как вы думаете? Можно полезные буквы. Можно полезные буквы, да. Давайте представим себе ситуацию, когда у вас есть два слова, которые вроде как одни и те же, но удаление вот этих суффиксов и окончания не приведет к одному и тому же слову. Дом, здание. Не, ну дом, здание это все-таки разные. Тут как ни старайся. На самом деле один из примеров это шел и идти. Да, шел — это просто прошедшая форма идти. И тут нам помогают другие инструменты. Это морфологические анализаторы. Их в питоне два самых популярных. Это PyMorphy и PyMyStem. Передаете туда текст или слово в зависимости от того, какой метод используете, и получаете то, какое слово это в нормальной форме. Этот подход называется лимитизацией. И он, конечно, работает не так быстро. Есть не для всех языков, благо для русского и для английского. Есть достаточно быстро работает. Но не как стемминг, конечно. И он приведет слово в одну и ту же форму. Шел, идти, ничего врезать не надо. Что расскажу про библиотеки. Ну, опять же, достаточно в три строки это вызвать. Если у вас есть текст, вы можете привести и продолжить их анализ. Там мы уже космусное расстояние или как хотите. Что интересного про библиотеки? PyMyStem 3 — это библиотека, на самом деле является оберткой на иммадстем. MyStem — это библиотека Яндекса. И на самом деле она не опенсорсная. Они дают вам бинарный файл для любого из системы. А PyMyStem — это обертка над этим бинарным файлом. Поэтому работает, конечно, медленнее. Ну и учитывая, что это Яндекс, конечно же, нельзя делать конкурентов Яндекса. А не делать конкурентов Яндекса в 2020-м достаточно проблематично. Нельзя рассылать спам и делать SEO-оптимизацию. PyMorphe — это open-source библиотека на Питоне. Они поэтому работают быстрее, распространяются под свободные лицензии. Использовать я не хочу. Но учитывая, что у Яндекса есть возможность получить большой датасет с этой разметкой, она иногда точнее. И вот пример. Представим, что у нас есть два слова. Erdogan — один мы распознаем с помощью библиотеки PyMyStem, другой — с помощью библиотеки PyMorphe. Я говорил уже PyMyStem от Яндекса, он чуточку точнее. Как вы думаете, как себя поведет PyMorphe? К какой нормальной форме он слово Erdogan приведет? Коллеги, просто кричите. А? Erdogan. То есть он Erdogan. Вверху он предположит, что это просто сокращенный форм глагол. Он что делает? Erdogan. А на самом деле Erdogan. Поэтому не всегда можно прийти к одному и тому же. Как видим, наверное, учитывая, что у Яндекса есть анализирует новость, и в инструменте уже эти давно вещи как-то обошли. Конечно, есть другие примеры, но посчитал Erdogan. На самом деле все эти библиотеки умеют догадываться. Если у него в словаре нет этого слова, там, bigdating key, то он его, конечно же, попытается разобрать и скажет, что это прилагательное. Но если у него есть в словаре, то, скорее всего, здорово себя поведет. Но, к сожалению, не всегда можно сделать однозначно. Как вы думаете, это существительный или глагол? Без контекста достаточно сложно это сказать. Это либо что-то стекло, либо стекло в раме, которую моет мама. Бывают кейки получше. Эти типы стали есть в прокатном цехе. И вот вопрос, виды металла или какие-то мужики не соблюдают… Как я уже сказал, морфологические анализаторы иногда делают ошибки. Представим, если мы скажем стекло… Эта проблема называется амонимия на самом деле. Точнее, со стеклом. Но тут тоже можно так назвать. Представим себе ситуацию, что как вот на этом слайде у вас просто все формы. То есть вы закидываете, а он говорит, ну стекло это может быть существительным и может быть глаголом. Допустим, вот так работает. То есть точно примеры какие-то сует, но выбрать не может. Как вы думаете, если мы возьмем все тексты, которые есть в Рунете, прогоним их через морфологический анализатор, он скажет, вот это слово, это точно существительное, а это либо существительное, либо прилагательное, а это точно глагол и так далее. Как вы думаете, какие самые три частые прилагательные, идущие подряд, мы встретим в текстах на русском языке? Первый, второй, третий. Хорошо, я давно такого не видел. Еще примеры. Да, 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 гимн должен сейчас заиграть. Еще примеры. Хороший, плохой, злой, да, это уже, но это не только кино. На самом деле российские железные дороги, и дороги, это не дороги, а дороги. То есть тоже российские железные дороги. Это была подсказка, что не все морфологические анализаторы могут однозначно снять амонимию. Кстати, они пытаются это сделать, и PyMyStem может благодаря контексту в ряде случаев снимать. Поэтому если вы не делаете конкуренты Яндекса, и вам не нужно никуда спешить, используйтесь PyMyStem. Окей. Бывают такие проблемы, да. Представим себе, что у нас текст, в котором есть слово Ягуар. Интересно, про какой Ягуар мы говорим. А как помним, если мы это представим в виде какого-то массива, сравнивать векторы, то у нас текст про напиток попадет в текст про животные, что, наверное, не очень хорошо. Это тоже один из примеров. Есть пример лук. Это вот что у бабушки растет, это с тетевой, или это мы в туалете в зеркало сделали. Поэтому иногда есть некоторые проблемы, связанные с тем, что даже мы можем сказать, что это существительное, единственное число. Но какое именно существительное, без контекста, к сожалению, ответить не можем. Окей. Иногда бывает так, что у нас ошибки, орфографические ошибки, и здорово было их исправлять или хотя бы находить. Ну, представьте, что у вас, я не знаю, там интернет-магазин, у вас есть товары, и эти товары заполняют люди, и они, черт побери, делают иногда ошибки. Было бы здорово их прогнать. На самом деле, если у вас с ноги, вы можете просто воспользоваться библиотекой, которая просто сходит в стеммер, спеллер от Яндекса и проверит это все. Еще есть спеллеры, вы можете с OpenOffice, либо LibreOffice загрузить файл, который тоже легко проверит ваши тексты, и есть обертки на питоне для этого. Вот так достаточно быстро и просто можно привести тексты, исправить их ошибки, по крайней мере. Как уже сказали, иногда нам нужно сказать, какие тексты похожи друг на друга, какие не похожи, какие слова похожи друг на друга, какие не похожи. Возможно объединить в одно, и есть расстояние Левенштейна, которое считает некоторую метрику и говорит, что эти два слова одинаковые, если это значение расстояния Левенштейна 0, а вот за каждое добавление, вставку, либо удаление символа я буду штрафовать плюс 1, и тем самым посчитаю вот это расстояние. Есть модификации расстояния Левенштейна, которые посчитают еще перестановки. Если мы говорим про рукописные на клавиатуру тексты, это достаточно полезно, потому что если мы удалим перестановки, это будет 2, а случайно поменять 2 буквы местами в слове гораздо легче, чем не вставить. Ну и если в слове «хлеб» сделать 4 ошибки, будет слово «пиво». Это я намекаю на автопати. Как это сделать? Это очень просто. У нас есть в библиотеке, в которой все-все-все возможные расстояния уже реализованы. Используйте. Для чего это можно сделать? Для того, чтобы, я не знаю, у вас есть корпус документов, и по нему искать максимально похожие, я не знаю, выдавать твиты похожие, вдруг они у вас есть, либо еще какие-то сигнатуры вирусов. Почему бы нет? Окей. Расстояние Левенштейна позволяет посчитать у вас 2 строки, расстояние между этими строками. Но не всегда расстояние Левенштейна поможет. Вот светильник, лампа, кипятильник. Если мы посчитаем какие-то такие вещи, расстояние, которые мы знаем, скорее всего светильник будет больше похож на кипятильник. А как вы думаете, на что на самом деле светильник похож? На лампу. Поэтому иногда нам нужно находить синонимы, можно распарсить Википедию, точнее Викисловарь, точнее даже парсить не надо, в XML можно все скачать, сделать набор некоторого облака синонимов, есть так называемые ворнеты. Я предлагаю вам еще кусочек бетон-кода. Но если бы вы не знали, что такое светильник, как вы поняли, что это похоже на лампу? Ну, хорошо, если бы вы не знали, что такое лампа, как вы поняли, что это похоже на светильник? Контекст, да, отлично. Контекст, светильник включил, светильник выключил, лампу включил, выключил, поменял лампочку в лампе и так далее. То есть контекст решает. Лойс, кто знает, что такое лойс? Окей, хорошо. Пример. Либо вот так. Согласитесь, что зная контекст, гораздо проще ответить на вопрос, что такое лойс. Что такое лойс, кто не знал? Like, отлично. Лойс вам. Иногда бывают вот такие слова. Контекст не всегда помогает, к сожалению, понять, что это. Но, окей, это все данные построены на основе ВК, и брал их Паша Колайдин, который там работает. Собственно, есть инструмент, который называется Word2Vec, который что делает? Он говорит, я возьму все различные возможные контексты, вот слово, вот слово. Если слова встречаются в одинаковых контекстах, значит, наверное, они похожи. А как мы помним, как сказать, что слова похожи друг на друга? Вот мы тексты так решали. Давайте. Ну, давайте еще назад. У них там косинусное расстояние или что-то было близко. Поэтому давайте у нас теперь каждому слову будет представлен некоторый вектор. То есть, если слова близко, они синонимы. Если далеко, они не синонимы. И было бы круто, если бы на основе вот этих вот векторных представлений, назовем это так, можно было сказать, окей, берем королеву, вычитаем из нее женщину, добавляем мужчину и получаем короля. Почему бы нет? И это действительно работает. И библиотека вроде Word2Vec может съесть ваш текст, съесть ваш текст и построить для каждого слова некоторую точку в пространстве. Ну, двухмерным, трехмерным, четырехмерным тоже легко представить. А так и плюс один, и до трехсотмерного недалеко. Или вот, допустим, различные сравнительные степени прилагательного и так далее. Отложили вектор и получили. От индекса отложили вектор и получили город, штат и так далее. Все это действительно работает. Вот, например, взяли все посты, ну, не все, но часть постов из ВК, прогнали Word2Vec и получили, что самый ближайший к привет у нас будет приветик, здравствуй, приветики, салам алейкум и так далее. Окей, вот наш лойс. И тут, да, действительно, мы луис, лайк, коммент, они попадают. Или возьмем кек. Ну, вот. Он нас будет преследовать, к сожалению. Ну, это лол. Как обучить Word2Vec? Это же кукбук. Вот, весь код. Библиотека называется Gensim. Импортируйте. Есть разные реализации, но достаточно быстро. Единственное, что если мы привыкли, что тексты у нас в виде строки представлены, тут тексты нужно поделить на слова. Поделили текст на слова и массив массивов слов просто загнали. И для каждого слова построится вектор. Отлично работает. Я, когда работал в HeadHunter, брал текстовые запросы, они, к сожалению, небольшие, и отправлял Word2Vec. Напомню, что он ищет слова, которые встречаются в одном контексте. Как вы думаете, какое самое близкое слово было к слову охотничий? Кто? Нет, в запросы в HeadHunter. Или я вас что-то не знаю. Ружье. Нет, смотрите. Вы продолжаете текст. Вы охотничий, что ружье. А Word2Vec, как метод, ищет слова, которые встречаются в одинаковых контекстах. Как лампа, светильник. Вот если охотничий, как вы думаете, какие запросы в HeadHunter можно делать? Билет. Ну, опять же, вы охотничий, билет, вы продолжайте. Но, во, рыбацкий, отлично. На самом деле топ-1 был интим. Потому что люди иногда ищут либо работу в охотничьем магазине, либо в интимом магазине спец. Да, ну и как рыбацкий или какой-то тип того тоже выскакивал там в топе. Окей. Но я тут не только про решение, но и проблемы хочу рассказать. Есть такая проблема в русском языке, да и не только в русском языке, которая называется анафора. Вот вы купил телефон, но он не понравился и сдал его назад. Мы-то легко понимаем, что он, его, это про телефон. На самом деле это местоимение, оно действительно про телефон, но для языка это непонятно. Вы вставите, и там не будет телефон-3, потому что три раза про телефон встретилось. Там будет в каждом местоимении. Это называется анафора, местоименная анафора, референт, отсылка назад. Бывают такие случаи, их как бы легко решить. Окей. Если это местоимение, оно, скорее всего, в том же роду стоит, то есть того же рода, то есть мужского, телефон мужского рода, местоимение мужского рода, число совпадает и так далее. Они, наверное, близко. Но исследования показывают, что местоимение иногда может стоять за 17 слов от слова. И бывают даже некоторые конкурсы, когда вам нужно решить, к какому слову относится то или иное местоимение. Но бывают тексты посложнее. Ранее коммерсанты Интерфакс удалили из своих сайтов в сказании Пескова, где он объясняет, что Владимир Путин публично не произносит имени Алексея Навального, так как боится отдать ему часть своей. И у нас, получается, три, скажем так, персоны мужского рода и три местоимения. И что к чему относить, это достаточно нетривиально даже для человека, который просто не знаком с политической ситуацией. А мы все-таки можем выстраивать какие-то когнитивные связи и легко распарсить это предложение. Поэтому не все тривиально, проблемы тоже есть. Окей, представим себе ситуацию, что вы пришли, у вас есть куча-куча-куча текстов, и вы черт не знаете, что с ними делать. Окей, вам нужно с ними ознакомиться. Но как вы это будете делать? Не будете же вы читать все тексты? Вы можете, например, построить косинностное расстояние, как мы уже научились, любого текста друг с другом, и понять, что эти тексты похожи, эти нет. Но есть инструмент гораздо проще, это называется тематическое моделирование. Что он сделает? Он скажет, Я для каждого текста дам метку. Например, у вас есть набор книг, и он может поделить книги по жанрам. Например, это книги про бизнес, это книги про IT, это книги про бизнес и IT, это книги про, я не знаю, билетристика, какие-то туалетные романы и так далее. И как раз тематическое моделирование может это все сделать. Очень здорово работает, и мои вакансии, и твиты. Таким образом делим на кучки, потом садим людей разбирать кучки. И если кучка из миллиона текстов, а 10 из них про, я не знаю, кулинарные рецепты, мы делаем выводы, что и все тексты тоже кулинарные рецепты. Фактически такой преанализ. Работает из коробки, красивые визуализации, говорит, на основе каких слов он сделал выводы, что те или иные тексты объединил в одну кучку. Да, это все строит такую визуализацию кликабельную, можно дергать, шмыкать. И уже не три строчки, но павел, да, вис, фактически такое тематическое моделирование с ноги, я бы сказал. Можете построить и радоваться. Если у вас есть много текстов, это не обязательно должны быть тексты, это могут быть, я не знаю, там логи, почему бы и нет. Логи же тоже тексты. Синтаксический анализ. Давайте еще глубже. Иногда здорово разобрать предложения по составу. Ну, если у вас есть дети, которые примерно в пятом, шестом классе, например, или если вы просто хотите, зачем это делают, чтобы удалить кусок предложения. У вас много текстов, а вы хотите аннотацию сделать, небольшой кусочек текста выдрать. Как сделать? Разобрать его по составу и убрать всякую ненужную туфту. Ну и вот, на самом деле, это вот глокая куздла, это такой мем среди лингвистов. Они придумали настоящее предложение, в котором поменяли корни на набор звуков, но при этом все-таки нам становится понятно, что какая куздла, она глокая и так далее. И есть библиотеки, которые строят вот такую граф зависимости, что к чему относятся даже на такой фигне. Одна из библиотек, у которого есть уже готовые коробочные решения для русского языка, это UDPY. Ну, чуть больше, с комментариями можете потом скрипипастить, здорово работает. Для какого-то преанализа отлично, чтобы, я не знаю, такой выкинуть кусок текста, предложения, что угодно. Окей, иногда бывает. Ну, к сожалению, не все мы Яндекс, не у всех есть возможность много засунуть текстов на людей, которые будут их размечать. Иногда нужно поразметить их самостоятельно. Если вы придете на мой доклад на Moscow Python конференцию, где я буду рассказывать про инструмент Jupyter, там я расскажу в том числе про дополнение для Jupyter, что такое Jupyter и дополнение, которое позволяет встроить разметчик, чтобы вы разметили, например, тексты, либо картинки. Вот тут гифочка есть. Просто закидываете, быстренько размечаете. Все достаточно просто. Залили. Не нужно не морочиться с какими-то дополнительными толоками. Если вам будет достаточно, быстро, просто. Окей. Есть следующий уровень. Иногда вам нужно выделить какие-то сущности. Именованные сущности, например, имена, фамилии, даты. Где это часто бывает. Так, например, я в какой-то момент парсивал PDF-резюме. Человек загружает резюме, здорово его распарсить и переложить на какую-то структуру. Переложить на какую-то структуру, выделить образование и прочее. И тогда у меня это не очень получилось. Сейчас для этого уже есть библиотеки, в которых можно написать правила для выделения вот этих именованных сущностей. Одна из них библиотека Наташи, и ее не турок писал. Она, собственно, у нее уже встроены правила для именованных сущностей, для различных дат, цифр, денег, адресов. Можно дополнять самостоятельно. К сожалению, конечно же, правила — это основные проблемы, но основное время, которое требуется затратить на подготовку к анализу. Но сделать в Наташи это достаточно просто. Вот пример использования из коробки Name Extractor работает отлично. Анализировали даже всякие юридические тексты для кто истец, кто ответчик. Тексты — это здорово. Я очень люблю тексты. И расскажу про некоторые конкурсы, которые были на текстах, в которых я принимал участие и даже занимал места. Один из них был четыре года назад. Это Ален конкурс, давали тесты на физику, биологию, химию, естествознание и так далее. И четыре варианта ответа. Это же реальные тесты типа нашего ЕГЭ, но четыре варианта. Очень сливчик для восьмого класса. И что можно? Можно было использовать любое, скачать Википедию и так далее. Главное — рассказать, что вы используете. И на вопрос получить ответ. Отличная задача. Мы заняли в России третье место. Так, в общем зачете 14-е. Очень интересная задача была. И МФТИ даже сделал некоторую мини-конференцию потом по результатам этой соревнования. Недавно закончилось другое соревнование. То есть прошло четыре года. И Сбербанк сделал конкурс, где вам нужно решить, вернее, вашему алгоритму нужно решить ЕГЭ по русскому языку. И все по-взрослому. Вместе с частью А, тестом, вроде как, окей, стригерились, взяли решение четыре года назад, которое было. Но и результат В, где нужно подставить ответ, результат С, где нужно написать сочинение. Сочинение проверяли реальные люди. Ну и лучшие пять решений сдавали ЕГЭ на четверку. Алгоритмы сдавали ЕГЭ на четверку вместе с сочинением. Очень интересная задача. Призовой фонд еще там был 3 миллиона. Это уже после налогов. Поэтому приходите в конкурсы машинного обучения. У нас тамада веселый. Еще полегче конкурсы бывают, в котором я, к сожалению, не успел попринимать участие. От CFT приходит вам фамилия и отчество. Нужно понять, есть ли опечатки, если есть, исправить. Тоже кажется очень простой, очень интересный. И, скажем так, можно, опять же, с ноги, ничего не зная про машинное обучение, начать и решать, и узнать. Тексты — это любовь. Да, вот это любовь на самом деле. На маке символ любви. Почему? Потому что тексты очень удобно анализировать. Вы тут же видите результат. Вы можете прочитать, понять, выделились у вас какие-то сущности, не выделились. Похожи ли тексты друг на другу, не похожи. Но и все алгоритмы, которые работают для текстов, работают и не на текстах. Я работаю в Ламоде, и мы делаем рекомендательный сервис. И так, например, один из рекомендательных сервисов мы построили на библиотеке Word2Vec, которая вроде как слова, похожа с слов. Но представим, что у нас не слова, а шмотки. Одна шмотка — это слово. И что делает человек? Человек посматривает шмотки, фактически делает некоторую сессию. Назовем набор шмоток, который он посмотрел, это предложение. И запустим это все по Word2Vec. И таким образом у нас есть контекст. Он посмотрел эту шмотку. И если в одинаковых контекстах смотрят разные шмотки, значит, они, наверное, похожи. Раз слева такие же шмотки, справа такие же шмотки, значит, шмотки внутри этого контекста похожи. Таким образом мы запустили рекомендательный сервис, который даже выиграл B-тест. Как бонус, вы скажете, вот ты, как это, обмажешься своими вычислительными клаудами, данными. А где считать людям? У нас там, я не знаю, только Mac и так далее. На самом деле, недавно узнал, буквально в ноябре, на Алике можно купить сервер 128 ГБ оперативной памяти вместе с Xeon, 24 потока за 27 тысяч рублей его сейчас продают. Пришел первый сервер за две недели. Потом я, к сожалению, заказал его после 11.11, и он шел два месяца. Но тоже они пришли, еще две штуки. За 27 тысяч вы получаете 24 потока, 128 ГБ серверной оперативной памяти, и мать под это все. То есть вам достаточно накупить только жесткий диск, или если он у вас есть, кулер и блок питания. Все, работает. Поэтому я, наверное, увлекся и заказал себе еще два. Вот они пришли. Я не могу остановиться. Окей. Это все, что я хотел вам рассказать. Если вам понравилась машина обучения, приходите в нашу школу машинного обучения, приходите на наши доклады. Этот слайд можно фоткать, да. Можно со мной. Это еще не все. У нас есть сообщество на 30 с лишним тысяч человек Open.Science. Оставляйте заявку, заходите. Оно большое, классное, немножечко токсичное, но как сейчас без этого. Заходите, узнавайте нового. Там есть и для новичков, и для среднячков. Если вам интересен питон и данные, мы делаем ряд метапов бесплатных, пайдаток, которые будут 1 февраля. Пайдата.мозгл наш домен. Регистрируйтесь. До завтрашнего дня еще регистрация открыта. У нас будет в Mail.ru два потока, воркшопы, доклады. 500 с лишним человек, думаем, принять. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на телеграм-каналы, ставьте лайки. Спасибо большое. И да, доклад Петра на конференции, как он сказал. Кстати, как раз-таки в нашем народном голосовании. Но мы подозреваем, почему. Потому что ты слишком многих уже научил. Научил уже. Лайкать. Слишком много приверженцев, да. Ну, зато люди пришли в нашу группу Moscow Python за тебя голосовать. Да, давай. Знаете, какое странное ощущение у председателя программного комитета. Я сижу так, краем глаза посматриваю, понимаю, что спикер на митапе странно хорошо выступает. Просто вот неожиданно хорошо. И потом он в конце говорит, ну, кстати, я выступаю на Moscow Python конференции. Ну да, кто бы сомневался. Вот. Так, да. Спасибо за рассказ. Мне было интересно, как при построении имбидинга снимать проблему амонимии. То есть мы сказали, что вот там лук, 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 там кек, кек. Как различать? Тем более, что на входе часто просто строка, ну, слово. И непонятно, к какому вектору его сопоставить. Есть несколько возможностей. Конечно, с общимого доклада мы анализируем без машинного обучения. Важно как-то понять и проанализировать это с машинным обучением. Есть вариант аналог Word2Vec, который называется Adagram, который писали даже на Джулии. Да, о боже. И он фактически разделяет вектора для разных видов слов. Есть современные нейросетевые подходы типа Берта, который в том числе учитывает какие-то контексты и так далее. То есть берет не представление слова как такового, а контекст. Один из возможных вещей — это сделать, например, синтаксический разбор и сделать биграмму. Да, то есть просто отношение к слову, тем самым хотя бы выделиться слова, которые встречаются, относятся одним словом. Если светильник включили, лампу включили, это у вас уже один слово. А еще один момент — это когда у вас снимается амонемия. Представьте себе, вы взяли текст, прогнали его через вот этот лимитизатор, и он каждому слову вставил это существительное, это прилагательное и так далее. В конец возьмите, допишите к этому слову, что за часть речи. И там, по крайней мере, стекло глагол и стекло существительное, оно будет отделено из-за того, что в конце будет присобачена часть речи. Еще вопросы? Павел, давай. Спасибо большое. У меня два. Серьезный, юмористический. Про серьезный, по тематическому моделированию. Вот подскажи. Я помню, у нас было три захода в разных задачах, после чего отдавали топики экспертам, и каждый раз первое, что приходило, фигня полная получилась. Вообще никак не похоже на общий смысл. Было на практике, что все-таки от экспертов прилетал фидбэк, что да, оно правильно, или если первый раз прилетал, что полная ерунда, что удавалось поменять, чтобы на второй итерации все-таки признались, что есть смысл? Экспертов можно поменять. На самом деле, я расскажу. Те, кто не знает про машине, закройте уши, чтобы вас не пугать. В основном, зачастую я использую тематическое моделирование, как создание новых фичей, которые используют для внешнего машинного обучения, либо для некоторой предобработки, чтобы потом на толоку отдать тексты по тематике, и как-то сократить время, деньги и нервы. А зачастую передо мной никогда не ставил задачи, тематически смоделировая мне тексты. Это некоторый инструмент, результаты которого я использовал в дальнейшем. То есть не для живых людей. Не для живых людей, да. Спасибо. И если у других желающих, юмористически скорее комментарий. У тебя там был шикарный слайд про как обучать Word2Vec через GenSim. И там был сэмпл с двумя строчками, после чего запусался на 64 воркера. И мне показалось, что это небольшой оверкил для двух строчек, запускать 64 процесса, чтобы его обучить. Оставим за скобками. Да, на самом деле, чем более… Смотрите, Word2Vec, теперь уши можно открыть, теперь информация для всех. Word2Vec, он хорошо работает. Чем больше у вас будет текстов, чем больше текстов той тематики, которую вы анализируете, будет, тем лучше, тем больше в различных контекстах и слова будут встречаться в различных контекстах. И, естественно, то, что я показал две строчки, это чтобы в экран влезло, да, и чтобы я сказал, что вот шесть строчек. На деле, конечно же, текстов для Word2Vec нужно побольше, там, я не знаю, точнее даже предложений, потому что у нас все разбито по предложениям. Ну, на моей практике от 10 тысяч слов вообще имеет смысл обучать Word2Vec. Ну, чем больше, тем лучше. Окей, ну, вроде бы все. Спасибо большое, Петь. Спасибо. Спасибо.